Добрый день, уважаемые зрители, и добро пожаловать на канал Hobby Home Electronics. В сегодняшнем видео я покажу вам полное руководство по сборке светодиодного анализатора спектра, как я и обещал в прошлом видео. Как я уже говорил в предыдущем видео, на плате управления содержатся такие узлы, как операционный усилитель, управляющий микроконтроллер, двоично-десятичный дешифратор и транзисторные ключи. Светодиодная матрица состоит из 10 модулей. Внутри каждого модуля содержится 10 светодиодов разного цвета. Для того, чтобы начать сборку светодиодного анализатора спектра, вам нужно детально ознакомиться с принципиальной схемой управления и принципиальной схемой светодиодной матрицы, зарегистрировавшись на сайте EasyEDA или скачав архив, перейдя по ссылке ниже в описании. На сайте EasyEDA из конвертированных печатных плат анализатора спектра создаем герберфайлы для дальнейшего производства на заводе. Перед переходом на официальный сайт производителя печатных плат, среда разработки EasyEDA показывает нам краткую информацию о характеристиках печатных плат и примерную цену за 10 штук. Перейдя на сайт производителя печатных плат JLCPCB, через среду разработки EasyEDA, герберфайлы могут загружаться автоматически. Также можно использовать отдельные герберфайлы из архива и загружать их вручную. Перед тем, как сделать заказ, у нас есть возможность еще раз посмотреть печатные платы через Gerber Viewer. Ниже показаны все характеристики. Здесь можно оставить все как есть или поменять, например, цвет и толщину материала, а также количество печатных плат. После этого оформляем заказ на указанный нами адрес и выбираем предпочитаемое время доставки. Печатные платы доставляются в коробке с названием производителя. Внутри коробки находятся аккуратно сложенные печатные платы в вакуумной упаковке. Я заказывал каждую отдельную печатную плату в количестве пяти штук. Приступим к монтажу радиокомпонентов на печатной плате управления. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Далее переходим к монтажу печатной платы светодиодной матрицы. Далее переходим к программной части анализатора спектра. Для прошивки микроконтроллера от Mega 8 будем использовать среду для программирования Atmos Studio 7. Полную бесплатную версию установщика Atmos Studio 7 можно загрузить с официального сайта Microchip Technology. Для того, чтобы связать микроконтроллер с компьютером будем использовать Polulu USB AVR программатор. Соединение программатора с целевым устройством осуществляется при помощи прилагаемого в комплекте 6-контактного ASP кабеля, а сам программатор подключается к USB порту компьютера через USB кабель типа A к Mini B, также входящий в комплект. Для полноценной работы программатора загрузим драйвера с официального сайта Polulu. На сайте Polulu переходим на вкладку ресурсы и выбираем необходимые файлы с установочными драйверами и программным обеспечением для операционной системы Windows. Далее соединяем между собой ISP кабель программатора и 5-контактный коннектор с проводами, подключенный к микроконтроллеру на печатной плате, а программатор подключаем к USB порту компьютера. Перед программированием заходим в меню пуск, выбираем панель управления, затем в появившемся окне выбираем диспетчер устройств. В диспетчере устройств выбираем вкладку порты. Внутри этой вкладки нужно посмотреть, к какому виртуальному порту подключен программатор. В моем случае это виртуальный COM порт 3. Далее заходим снова в меню пуск и выбираем утилиту конфигурирования программатора. В открывшемся окне нужно поменять частоту тактирования целевого устройства. ISP частота должна быть меньше четверти тактовой частоты целевого АВР микроконтроллера. Далее заходим во вкладку инструменты и нажимаем добавить цель. В открывшемся окне выбираем STK500 и виртуальный COM порт 3. После чего снова переходим во вкладку инструменты и нажимаем программирование устройства. В открывшемся окне, где инструменты, выбираем STK500 COM порт 3. В качестве устройства для программирования у меня заранее был выбран микроконтроллер от Mega 8. Далее указываем ISP интерфейс программирования. Частота ISP также может быть установлена в Atmel Studio, но частоты, указанные в пользовательском интерфейсе Atmel Studio, не соответствуют фактическим частотам используемого программатора. Считываем напряжение и подпись целевого устройства, после чего переходим во вкладку биты предохранители и выставляем все галочки так, как показано в видео. Выставленные биты предохранители записываем в память микроконтроллера. Далее открываем вкладку памяти, выбираем сохраненный на компьютере HEX файл, который также записываем в память микроконтроллера. После программирования микроконтроллера и пайки всех радиокомпонентов приступим к соединению печатной платы светодиодной матрицы и печатной платы управления. Перед использованием светодиодного анализатора спектра проверим его работоспособность при помощи звуковых частот в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Все необходимую информацию для этого устройства вы найдете в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Хобби Хом Электроникс. Делитесь с друзьями, дальше будет еще больше интересных видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok